Здарова народ, с вами ваш Немного Имбанутый и сегодня будет выпуск, который хотели многие из вас. Много экшенов, фрагов и очень плотной игры. Причем счет будет далеко не в нашу пользу и что из этого выйдет мы узнаем прямо сейчас. Но перед началом хотел бы у вас спросить, а часто ли вы задаетесь вопросом с кем бы поиграть в доту? Когда друзья в офлайне, а в тиме попадаются одни раки и тут вы пригораете. Но не стоит унывать, ведь на помощь придет отличный проект, который позволит находить игры с нормальными тиммейтами, общаться с ними или просто с друзьями вместо скайпа и как достойный аналог дискорда. И как бонус, что может поднять настроение, как любая, даже самая дорогая шмотка из доту, которую вы можете надеть и идти нагибать врагов? Все это предоставляет довольно перспективный проект MostChat, а также плагины, которые разрабатываются специально для него. Если вы хотите так же, то держите по ссылке в описании и наслаждайтесь качественным звуком с нормальными тиммейтами и крутыми шмотками вместе с MostChat. Итак, друзья, вот что происходит, когда вы попадаете против нашей пати. Просто у вас не выдерживает компьютер, не выдерживает сердце и вы отключаетесь от сервера. Однако, всем привет, повеселимся сегодня. Надеюсь, сейчас быстренько все переподключатся. Но это забавно, что все повылетали. Это прикольно. В общем, сегодня меня очень-очень часто вы, дорогие друзья, просили, чтобы было больше экшена. На карте больше движухи. Что я опять что-то покупаю? А то, мол, 30 минут фармишь, как обычно, видосы все одинаковые. 30 минут фармишь, потом пошел, за 5 минут босса убил и все, типа ГГВП. Ну, посмотрим, значит, как вы реагируете на подобного формата. Мы сегодня фармить почти не будем. Мы будем стараться бегать, убивать боссов, ну и, соответственно, драться. Начнем, естественно, с убийства этого босса. Возьмем, тем более, Пангольер очень замечательный персонаж, к которому можно собирать вот этот вот ГУ третьего уровня, который очень много урона наносит. А вы знаете Пангольера и его особенность первого скила. Особенность заключается в том, что нужно им попадать. Наверное, мне надо выключить квик-касты вместо применения. Давайте, поехали. Я умер. Я свою задачу основную выполнил, в принципе. А, я сейчас быстро прилечу уже со вторым ГУ. Хотя, да, давайте мы снова тут соберемся. Андрюшка, а что ты медведи не поздал по своего? Непонятно. Косяк, косяк, минус некрас. Угу. Молодцы. Давайте снова сверху соберемся. Это нормальная тема, в принципе, на самом деле. А ТП-ку купить? Ладно, ТП-ку не купил. Ну, они забрали. Забрали, но видишь, что у них как-то более сложено все получилось. Так, надо не забыть, что у меня квик-касты выключены. Неправильно, потому что сделали. Нужно было сразу переагривать, а вы что-то забили все. Все, готовы? Сейчас Андрюшка придет. Медведев, да, что Андрюха? Все. Я не буду его вызывать. Почему? Вызывай. Не, на самом деле мы его убьем. Давайте, погнали. Давайте, начинаем. Сразу только просто переагривайте его и все. Как только он вас ударил, сразу переагривайте. А, ну, в принципе, вот и все. Вот и все решилось. Так, урона за удар. Здесь, в принципе, вообще его качать бессмысленно. Первый скилл. Давайте возьмем максимальный гу. И может, кстати... Нет, Рошана мы вряд ли сейчас заверем, да? В принципе, погнали. Тогда их погоняем. Их помучим. Кто пришел? Напали. Напали? Какие злые. Ну, сейчас мы им покажем. Кто-кто? Транквиллый. Ну, и все, отлично. А здесь баги просто с этими. Так. Не попал. Отлично. Они что, все погангать решили? Ооо, вот это будет, чувствую, замесы в этой катке. Нормальные, веселые. Вы, главное, ребят, там фармите. А все остальное не важно. Вот это мы, конечно, нарвались прикольно. Мне нравится. Надо было мне тогда какой-нибудь пуджа взять или что-нибудь типа того. Живи, друг, живи. Они не сбиваются, я так понял. Вообще не сбиваются? Я так понял, да, они не сбиваются. А я его смогу убить, интересно? А, они в пятером нас гонгают. Да, ага, в пятером. Ну, ладно. Тогда посмотрим, что из этого получится. Тогда можно, в принципе... Блин, курьеры кто-то слил. Можно, в принципе, было бы и пофармиться немного. Пурум-пум-пум. Нет, обещал людям, что будет не фарм. Значит, будет не фарм. Вот только вот этот маленький стак я заберу. Как приятненько. Ну, там, видите, там с инвизами, ребята. И вот этот вот, который у вас скорость передвижения. Хотя, в принципе, у него не такая большая скорость передвижения. Они вас там замучить решили, да? Иди сюда. Не может он меня бить. Но почему-то гун не работает так, как она должна... А, потому что транквилы не спадают. Все, я понял. Ладно, тогда быстренько перебазируемся. Интересные баги у нас в плане того, что транквилы не спадают. Поэтому сейчас мы тогда быстренько просто выфармимся и будем их убивать с руки вообще без проблем. Особенно с учетом того, что... Ой. С учетом того, что вот этот парень, в принципе, фармит вообще без проблем. Есть тут кто-нибудь? Нету? Ну, а они, короче, тут кто-то бегает. Решил меня немного этот подоставать. Слушайте, ну, гуна вот этих вот крипов работает вообще замечательно. Ага, вот они. У меня тут ребятки бегают. Просили экшен, получайте экшен. Тут сами создают все экшен. Ребят, тут вижен понял на меня. Все понятно. Игра будет сложной. Но зато не менее интересной. Я так понимаю, снизу вот целая куча вардов стоит. Которых нужно как-то поснимать. Не, они где-то вот тут вот. Пойду, в принципе, тогда наверх загляну. Ничего, ничего. Сейчас мы им покажем. По итогу. 2 на 10. 2 на 11. Боже, мы никогда так еще не играли, да? Да, хорошо. Сейчас зафармлю. Только дождусь, чтобы у меня мой этот. Вы, главное, не отдавайте им предметики. Хотя на самом... Ой, не предметы, а боссов. Хотя на самом деле все равно. Потому что... Потому что, в принципе, если они будут нас перефармливать, еще вот так вот гангать и гнобить, и все на свете, то у нас будет просто очень интересная вещь. В виде преимущества по шардам. Наконец-то шарды получат не противники наши, а мы. Ух ты, убил. И, кстати, Транквилл все-таки сбивается. Но сбивается немного не так. А, почему они сбиваются? Они сбиваются... Попал. Они сбиваются от крипов. Вот такой вот вам лайфхак, да? Весело. Да. У меня тут скидрятик. Ну и не только, кстати... Бибара. Бибара с саблей. Да, просто бешеный... Бешеный реген. Не, ну видишь, разработчик наконец-то решил себе хоть раз потусовать. Он сделал себе классный абуз с Транквиллами. Который, кстати, апается. Не, не апается. Но сути не меняет. Он это знает, он это не чинит, он это апуетит. Классный разработчик, правильно, так держать. Поддерживаю. Кстати, гангеры, которые ходят, вы там не ходите. Все у нас тут находятся. Так мы оформим, вы ему взаимодеряем. А, нет, кстати, у меня сбиваются. А у него нет. Нет, и у него сбивается. Что-то я не понял. Так, а при чем тут не сбивается? Чего вы говорите, что не сбиваются? Вы его убили, они не сбиваются вообще. Не, они сбиваются. Все равно. Ох, чувствую, тяжко будет в этой карте, тяжко. А интересно, я смогу собрать, забрать, точнее, рошанчиков? Ты их не забирал еще? Нет. Ты их не сможешь, они тебе стычки выносят, если у тебя... Ребят, у нас теперь помоют два-то четверо. Да, это в порядке вещей. Это весело. Разозлились, короче, они за все те предыдущие игры, да, за всю ту боль. Ну, хорошо. А я ничего могу сделать. У меня тут своя движуха. Что? Да, он черт знает где находится. А-а-а! Жить. Не, ну, в принципе, вот так вот пару раз тыкнуть их. Пару раз тыкнуть, и можно будет их забрать. Да, я думаю, я их сейчас заберу. Тихо, парни. Успокойтесь, успокойтесь, все хорошо. Там варды позабирайте. Ой, варды, господи, эти. Руки. Да-да-да-да-да-да. Жизнь, правильно? Ну, сейчас зафармлю. Зафармю? Зафармю. Ну, слайк пришел фармиться. А, у них слайк фармиться, е-мое, ты сейчас фармил. Только выходишь с базы, сразу четверо. Так, люди, секунды. Угу. Ну, что вам могу сказать? Терпите, друзья, терпите. Вот, они ж терпят обычно. Так, а я... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...